всем привет дорогие друзья сегодня у меня будет очень интересная и очень полезная тема я поделюсь с вами одним своим лайфхаком возможно не лайфхаком а способом на то как я окружающую меня среду использую в лечебных и в профилактических целях я уже несколько имела несколько видео на такую тему мне на канале и как проращивать пшеницу и как например из сухой ламинарии делать вкусные салаты и многое многое другое то что у меня есть на канале обязательно загляните и посмотрите а сегодня я поделюсь вот еще одной вещью вы наверное заметили что каждый год на хвойных деревьях или то на елях на елках на соснах появляются такие молодые зелененькие побеги можно так сказать и вот это кладезь витаминов микроэлементов и нашего здоровья поэтому в это время очень классно это все собрать и есть множество способов как это переработать и использовать далее я поделюсь с вами сегодня моим самым простым я не пользуюсь уже несколько лет покажу что как к чему и призываю вас если только есть такое место где вы можете в экологически таком относительно чистом месте это все собрать не приходит там дороге или трассе но где-то углубиться в лес где где сосны растут вот в таком отдаленном от можно сказать главной цивилизации месте обязательно воспользуйтесь этим и соберите для себя запасы но вот мы с мужем выбрались в лес к соснам и покажу вам что как где собираем вот на веточах сосен вот такие маленькие побеги и это как раз то что нужно собрать и словить момент когда они еще не такие огромнейшие а такие вот небольшие просто их легко можно обломать и они готовы к переработке вот в гизе показываю вам как они выглядят наверное вы видели это не раз вот еще такие есть немножко другие на них есть пыльца которые говорят тоже очень и очень полезная вот как бы не вам лучше показать мы такие тоже собираем вот это наш кладезь витаминов вот столько в этот раз мы насобирали конечно же пойдем еще раз я выложила на противень и сейчас буду сортировать и делать заготовочку это только первая порция вот я уже немножко посортировала немножко очистила но еще буду очищать от вот такой вот как сказать шелухи вот так достаточно потереть и она все отпадает само и так нужно приготовить емкости в которых вы будете делать сироп я беру обычные стеклянные банки и вот сейчас буду сортировать побеги и и приготовить их до того чтобы сложить в баночки они довольно таки видите у меня некоторые длинненькие поэтому я их буду измельчать чтобы больше поместилась банку и чтобы также сок выделялся более интенсивно так обычным ножом буду нарезать на такие небольшие кусочки вы делаете также как вам удобно и от того зависит от того какая емкость у вас приготовлено какая банка с каким диаметром режутся они довольно такие легко если они молодые еще то все довольно таки не сложно сиропы на базе вот таких вот сосновых побегов продают у нас в польше в аптеках и когда-то я даже их покупала а сейчас готовлю свой сироп он очень хороший как отхаркивающее средство но и также на кашель очень и очень хорошо в этом году я приболела довольно таки серьезно и этот сироп очень мне помог и так вот у меня моя стеклянная банка и теперь измельченные побеги я буду просто-напросто слоями закладывать в банку и пересыпать их с сахаром метод довольно таки простой и всем известны но получается очень хороший сироп и говорю вам что в этом году меня просто просто спас мы все лежали дома некому было выйти даже в аптеку и то что было у нас дома в наличии очень и очень меня спасло от страшного кашля поэтому я в этом году у меня уже запасов почти нету отправляюсь и буду делать новые и новые заготовочки к чему и вас также призываю к тому же такой сироп может служить не только как лекарство для того чтобы ликвидировать болезнь но также и в процессе восстановления после каких-то пережиток бронхита воспалений легких но вообще связанных с простудными заболеваниями а также как вы знаете хвойные растения имеют очень благоприятное влияние на заболевание сердечно-сосудистой системы даже обычная прогулка по сосновому лесу может принести очень и очень много полезного воздействия но вот так закрываем баночку и теперь ставим ее на подоконник там где солнышко и постепенно сироп будет у нас вырабатываться в этой баночке а это показываю вам моя баночка ей уже очень много лет и вот такой сироп у меня хранится в подвале ему с ним ничего не происходит смотрите какой приятный цвет аромат в баночке просто обалденный вот это столько у меня осталось после моей болезни покажу вам немножко вблизи чтобы вы могли понять и увидеть что никаких реакций нежелательных там внутри банки нету все чистенько никакой плесени ничего ну вот прошло несколько дней как видите процесс пошел потому что сахар растворяется образуется сироп и вот так постепенно постепенно образуется полезное натуральное лекарство я люблю больше всего этот способ потому что в нем нету термо термообработки а значит все микроэлементы и витамины останутся в ненарушенном состоянии а это самое главное если вы тоже собираете сосновые побеги обязательно пишите в комментариях каким способом вы их используете и заготавливаете на зиму друзья мои если вы также делаете заготовки каких-то полезных трав или растений обязательно поделитесь этим в комментариях напишите что вы собираете как вы это делаете и чему это служит потому что я тоже очень люблю такие вещи и с удовольствием позаимствую ваш опыт и ваши полезные советы ну что ж друзья мои надеюсь это видео было для вас полезным и так до новых встреч на канале уже совсем скоро пока пока